Всем привет! Это урок 0.5. Я хочу рассказать про поверхности Surface. Материалы тут не важны. И расскажу про то, как детали держатся друг за другом, как их можно закрепить, не используя Encore. Потому что если мы какую-нибудь деталь закрепили с помощью вот этого инструмента Encore, то на эту деталь перестает работать физический движок. Так что если в вашей игре или в проекте происходят какие-нибудь взрывы или землетрясения, эта деталь, которая закреплена с помощью этого якоря в пространстве, она будет висеть и будет очень выглядеть некрасиво. Поэтому нужно стараться все строить с учетом того, что внутри Roblox работает физический движок. Ну вот давайте посмотрим пример. Я сейчас создам стопку деталей. Так, детали, детали. Пластик, ну пусть розовый цвет, ладно. Так, хватит. Какую-нибудь выдвину детальку чуть-чуть. Так. И давайте попробуем. Эти детали стоят на нашем бейсплейте. Так. Так. Ну вот они уже сами падают. Стоит мне подойти, так все развалилось. А что-то рядом стоит, как-то не сильно разваливается. В чем разница? Разница в том, что детальки были друг с другом сварены. Давайте попробуем такую вещь. Кстати, когда мы делаем движение с помощью инструмента Move, вот такое движение с помощью стрелок, то не происходит никакой сварки или соединения между нашими предметами. Хотя, вот появляется, видите, вот два штырька. Так, два штырька и здесь два штырька. В общем, в инструкции написано, что при движении, когда мы делаем drag and move, значит, вот хватаем не с помощью стрелок, а вот с помощью этой руки, то автоматически деталь должна зацепиться за ближайшие детали, за которые может зацепиться. Так, ну я вот вроде все проверил, все пододвинул. Еще видите, когда я двигаю, как бы сварка появляется, шов. Ну, показывает соединение, место соединения двух деталей. Давайте попробуем. Соединились у нас друг с другом эти детальки или нет? Нет, не соединились. Давайте теперь попробуем им, всех их выделим, во-первых, и добавим им Surface. Stats. Так, ну добавить я выделенным сразу нескольким деталям, лучше Surface добавлять вот так. Не нажимая вверх, видите, только у одной детали верхняя поверхность стала с штырьками Stats. А когда у нас выделено несколько деталей, то в окошке Properties мы видим вот внизу как раз поверхность. Выбираем Top. Top это верхний, верхний Surface. И мы делаем, делаем Stats. Так, а нижний делаем отверстие Inlets. Как в Lego. Сверху штырьки, снизу отверстие. Так, ну давайте запустим, попробуем. Сейчас должно, не знаю, вот швы я вижу. Мне кажется, что сейчас все развалится все равно. Да, все развалилось. Так, теперь попробуем, подвигаем с помощью, берем Select. И попробуем, подвигаем. Извините, все еще были выделены детали всей, поэтому у меня не двигался. Так, вот интересно. При движении, видите, синие швы появляются. Я попробовал, пошевелил. Так, дальше. 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 А, да, и видите, иконка появляется. Join. Почему-то Join появляется только когда синий. Да, значит, ровно. Так, ну для эксперимента одно выдвинем. Так, сейчас вроде бы большая часть этих деталей должна быть соединена. Мы можем попробовать ее разрушить. Ну да, все сработало отлично. Как детальки Lego. Для разъединения этих деталей требуется большое усилие. Ну, если вы будете делать какое-нибудь оружие или взрывы, то вполне возможно, что силы хватит, чтобы разрушить эти детали. Так, соседние у меня уже заготовленные были, был набор деталей. Они у меня имеют поверхность сварка. Так, зачем-то я их по одной выделяю. Вот, можно посмотреть. Видите, боковые поверхности я оставил гладкими, smooth. А нижние и верхние сделал сваркой. Так, ну вот точно так же сейчас попробуем подвигать join. Причем, смотрите, когда мы двигаем с помощью move, сварка не происходит. Так, ну давайте посмотрим, не разрушил ли я эту конструкцию. И перейдем к чему-то более интересному. Ну, вроде все сварено и все движется. Кстати, по умолчанию, когда вы создаете проект из Base Template, наша подложка тоже имеет статс. Вот эти четыречки леговские. Так, ну давайте я вам на словах еще объясню. Давайте сделаем еще одну деталь. Так, деталь будем лучше делать. Давайте просто одну деталь выдвину и на ней буду показывать. Так, какие у нас остались поверхности. Глу. Вот сейчас мы наблюдали детали со сваркой. Такие вот крест-накрест. Маркировка, так скажем. Почему-то ее называют алмазной маркировкой. Потому что, вот если посмотреть, вот получится ромбик. Так. Если мы будем использовать клей вместо сварки. Так, ну сварка, вот он, называется Add Weld. Добавить сварку. Если будем использовать клей, будет работать точно так же, как сварка. Но усилие более маленькое, по умолчанию, требуется для разрушения. Ну, допустим, главным героем вы разрушить это не можете. Но если что-нибудь швырнете в сооружение, то оно разрушится. Так, Smooth и Smooth без обводки, без обводной линии. Это гладкая поверхность. По умолчанию, когда вы создаете новый проект, вам будут создавать детали со штырьками сверху, с отверстиями снизу, а с боков будет Smooth. Никак не соединяются эти. Ну, просто гладкая поверхность. Так. Инлец это отверстие. Универсал. Универсальное. Универсальное. Это значит, сюда можно прикладывать, для того, чтобы приварилось и штырьки, и отверстия. Вы видите, и те, и другие здесь есть. Так, дальше у нас есть. Есть еще у нас здесь шарнир и мотор. Остались последние. Давайте шарнир и мотор на чем-нибудь интересном проверим. Так. Давайте качели сделаем. Вот у меня две планки есть. Сделаем качели, как во дворах. Так. Выбираем шарнир. И попробуем. Так. Шарнир достаточно на одной детали. Добавить. И поднимем деталь. Так. Ну вот, посмотри. Посмотрите. Вроде бы касается штырька, да? Давайте посмотрим, как все это работает. Будут у нас качели работать или нет? Нет. Я вижу, что у нас планка отпала. Хорошо. Так. Тогда мы прислоним вплотную. Так. Я не понял. Не идет через штырек. Коллижен. Отключаем. Или у нас тут... А, понятно. У меня здесь была привязка двигать планку кратно одному стаду, одному штырьку. Я отключаю это. Пусть коллизии работают. И теперь могу очень плавно двигать. Видите, как плавно. Так. Придвинули. Придвинули вплотную. Так. Смотрим, чтобы штырек был... Не высовывался. Так. Вроде бы все нормально. Так. Сейчас посмотрим. Так. Прислонились. Вроде бы должно заработать. Так. Нормально. Как в наших российских дворах. Качели не закрепили. Давайте закрепим качели. Тут нам ничего не остается, к сожалению. Как вот этот блок. Тумбу. Закрепить с помощью анкора. Якора. Закрепили. Запускаем. Так что вот эта планка не будет перевешивать своей тяжестью. Вот уже что-то похоже на настоящие качели. Да, отлично. Вот они качаются. Так. Ну хорошо. Причем я еще, видимо, с центром не рассчитал. Перевешивает все время вот этот край. Здесь довольно честный движок физический. Так что если мы сейчас поправим это, то у нас, скорее всего, качели будут в горизонтальном положении. Пока я на них не встану. Да. Смотрите как. Вот так уже получше. Так. Ну и осталось... Осталось мотор сделать. Давайте попробуем на этих же качелях. Я сейчас... Surface Hinge я изменю на мотор. Нажимаем сюда мотор. Посмотрим, как выглядит этот мотор. Отодвинем планку немножко. Точно такое же изображение шарнира. Просто оно... Оно у нас... Немножко обведено серым. Видите, такая шайба вокруг. Так. Ну ладно. Давайте присоединяем. Опять нужно до упора прижать детали. Чтобы они соединились автоматически при включении игры. Так. Ну ничего не произошло. Почему? Как вы думаете? И качель не переваливается назад. А все потому, что... Я нарушил законы физики. И вот эту деталь прикрепил энкером. Открепил эту деталь. Запускаем снова. Все отлично. Какая-то самоходная тележка поехала у меня. Ну вот таким образом можно делать машины. Машины можно будет делать поинтереснее. Летающие. И что угодно. Роботов гигантских, которыми вы будете управлять. Ладно. С роботами пока завяжем. Давайте сделаем более симпатичный пример. С нашим... С нашим... С движком. Так. Размер. Где у нас размер части? Вот. Один. 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 Дублирую его. Ctrl D. Помните? Такая штука. Так. Поднимем к потолку. Сделаем вентилятор. Так. Так. Ну, эту часть я все-таки закреплю с помощью энкора. Surface. Делаю мотор сюда. Шпиндель. Так. А вот эту вот деталь... Сейчас поднимем. Она должна коснуться. Вот коснулась. И даже видно было... Видите? Сварка. Сварка. Признак... Признак того, что соединилось. Так. Выбрали... Извините. Select. Выбрали другую. Сейчас я в нее цвет поменяю. Так. Давайте посмотрим. Вращается. Тут один нюанс. Который многих новичков вводит. В недоумение. Так. Ну, отлично. Вот идет вращение. Давайте добавим, может быть, лопасти какие-нибудь. Как тут? Создать лопасть. Все, наверное, просто. Так. Move. 0.2. Чтобы ровненькие у меня лопасти. Не move. Scale. Делаем такую лопасть. Хватит, наверное. Так. Давайте ее поднимем наверх. Так. Как же закреплять будем эти детали? Ну, в самом начале этого занятия я, в принципе, сказал как. Так. Давайте сделаем... Сделаем... Извиняюсь. Вот эту вот поверхность сделаем... Намажем клеем. Давайте, кстати, клеем попробуем намазать. Отвалится от вращения этот клея или нет? Вот. Видно кусочек этого клея. Так. Двигаем назад. Она куда-то у меня тут сместилась. Во. Отлично. Запускаем. Я размер... Не знаю, сейчас об стену он будет доставать или нет. Нет. Все отлично. Все отлично работает. Так. Как очень быстро сделать другие такие... Выделяем другие такие лопасти. Выделяем эту. Нажимаем дублировать. Можно еще дублировать. Еще дублировать. Теперь поворачиваем. Так. Поворачиваем. Теперь эту двигаем. Туда. Так. Стены, потолок мне мешают, конечно. Ну, ничего. Так. Надеюсь, с поверхностями все нормально. Ну, в принципе, тут уж может быть нечего... А, нет, нет, нет. Есть один нюанс, который я вам должен показать. Так. Вот это мы разворачиваем в обратную сторону. Так. 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 Почему-то... Зачем я это все снижал? Ага. Это еще не пододвинуто. Додвинем ее. Я частенько пользуюсь горячей клавишей F. Очень удобно. Позволяет мне... Так. Почему-то... А, понятно. У меня опять движение 0.2 стада. Вот. Вот теперь начало. Вот из-за этого у меня сейчас проблемы и были, что я не мог... ...спозиционировать. Так. Это тоже присоединилось. Присоединилось. Ладно. Запускаем. Надеюсь, все нормально. Не будем затягивать этот урок. Так. Ну, конечно. Что-то отвалилось. Нет. Давайте все-таки найдем, что у нас там отвалилось и почему. Так. Так. Это тоже приварено. Еще, может быть, знаете, что? Что я неправильно повернул какую-нибудь деталь. И у нее клей на торцевой стороне. Так. Ну, на этом торце я не вижу клея. На этом тоже не вижу. Это, по-моему, оригинальное. И на это все нормально. Ну, вот. Вроде все должно работать. Пожалуйста, заработает. Да, все отлично. Все работает. Все работает. Что я хотел вам показать. Если вы видели такие устройства, вентиляторы, то вы, наверное, знаете, что они немножко наклонены. Чтобы воздух шел вниз. Запускаем. Видим. На полу валяющуюся лопасть. Беда в том, что если у вас не под прямым углом. Ну, точнее, если у вас ориентация в пространстве деталей, которые вы склеиваете или свариваете, нарушается, то они отваливаются. Есть для этого решение, как сделать лопасти похожими, более похожими на настоящие. Но это уже в другой раз. Ну, ставим лайки, записываемся. В комментариях можно заказывать какие-то уроки. Но я могу сказать, что по Роблоксу очень скоро закончатся темы, вот эти начальные, по дизайну и по использованию каких-то стройных инструментов. Будут вопросы по программированию. Так что этот канал будет посвящен программированию на Луа для Роблокса. И потом для других систем тоже. Ну что, ставим лайки, подписываемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok